Исполнительная власть ГГУЗи делает все возможное, чтобы практически все социальные программы, работающие на территории автономии, были продолжены, сообщила заместитель начальника управления здравоохранения и социальной защиты Алена Козырь. У нас имеются такие программы, как выплата в холодный период года для улучшения качества жителей, поддержка жителей автономии в холодный период года. Имеется такая выплата, как единовременная выплата по рождению ребенка. У нас сохраняется материальная помощь малообеспеченным лицам, тем, кто нуждается в этом. Имеется такая форма помощи, как детский фонд, оказание помощи ребенку, нуждающемуся в дорогостоящем лечении за пределами Республики Молдова и многие другие программы. Говоря о выплатах за холодный период, Алена Козырь отметила, что в 2023 году эта сумма на семью составляла по 700 леев за январь, февраль и март. Немного были изменены выплаты за ноябрь и декабрь прошлого года. Постановление исполнительного комитета предусматривало только оплату на три месяца, но решением исполнительного комитета были изысканы средства на ноябрь-декабрь. Сумма семьи получили на ноябрь 200 леев, получают по сегодняшний день на декабрь месяц 500 леев. Финансы для выплат компенсаций на холодный период года за ноябрь и декабрь были перечислены в полном объеме еще в конце 2023 года. Многие жители автономии получили денежную помощь 200 леев за ноябрь и 500 леев за декабрь. Ну, башканские, вот нам же давали, да, по 700 леев я получила, ну я и в прошлом году получала, а вот то, что от государства мне не дают, потому что я работаю персональным ассистентом у своей дочки, у меня дочка инвалид, и нам все отменили. Ну, 800 леев это с Молдовы идут, и здесь башканские 700, а 800 туда за отопление, на дрова. Скажите, этого хватает? Нет, конечно, как же, хватит, когда все уходит вдвойне больше. Абсолютно не хватает, и пенсия-то маленькая совсем, никуда не годится. Не получаю никакие пособия. А вы оформлялись вообще? Оформлял, но у меня пенсия хорошая. 800 рублей за дрова. Мы дрова топим. А башканские? Башканские только в этом месяце, в декабре дали 700 рублей. Получаем? Какие? 800 лей за дрова. Башканские вот сказали, что надо платить, а не взяли. Надо получать. По словам заместителя начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты ГГУ Зе Алены Козырь, деньги заложены и на выплату компенсации за первые три месяца 2024 года. Январь, февраль, март были заложены. В этом утверждении бюджета. Суммы предусмотрены на холодный период. В феврале уже люди начнут получать и за январь. Я вам скажу, что как и республиканские выплаты, выплаты у нас происходят по истечению периода. Вот прошел ноябрь, в декабре мы начали выплату за ноябрь в связи с тем, что почтовое отделение. Поздно были перечислены деньги, почтовое отделение не работало до конца месяца, поэтому уже в январе можно получить и за ноябрь, и за декабрь. Компенсацию на холодный период времени года могут получить все пенсионеры. Люди с особыми потребностями первой группы, семьи, в которых один из членов старше 18 лет является лицом с выраженным или со средним ограничением возможностей с детства. Семьи, в которой один из членов является получателем пенсии по потере кормильца. Семьи, в которых воспитываются четыре и более детей, не достигшие 18 лет. Семьи, в которых один из членов является участником военных действий в Афганистане. Или один из членов семьи является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. семьи, в которых один из членов является ветераном силовых структур Гагаузской республики 90-95-х годов.